МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнеры проекта. Компания Байсад. Кухонная студия Альфа. Добрый день, дорогие друзья. И вновь в эфире программы. Сегодня меню. Программа вкусной и здоровой пищи. Снимаем нашу программу в салоне кухонной мебели Альфы при поддержке нашего замечательного другу компании Байсад. И в гостях у меня сегодня совершенно изумительный, талантливый, молодой человек. Актер Московской театра Кураж Джамал Тюнов. Приветствуем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуй, дорогой. Я очень рад, что ты попал на нашу программу. Что я тебе предлагаю сегодня приготовить? Делаем с тобой турецкий фастфуд. Такая лепешка с начинкой. Называется пиде. Очень популярный продукт Турции. И на десерт предлагают итальянский десерт. Груши в слоеном тесте. Так, дорогой, ну что, давай я сейчас буду делать тесто. Тесто для пиде делается обычное, дрожжевое тесто. Нам потребуется охлажденная грудка. Будем делать не из-за говядины, сделаем полегче. Праздники все-таки прошли, надо в форме себя держать, да? Для чего мы берем... Это обязательно в форме себя держать. Роскошную грудку охлажденную, байсадовскую, вот такую, какую мы обычно используем. Вот тебе я его вручаю. Сейчас я его распакую. И что тебе нужно сделать? Тебе нужно как можно мельче ее нарубить. То есть мы ее не будем никаким образом не перекручивать, ничего. Мы просто ее режем кусочками и потом ты ее просто рубишь в произвольном порядке. То же самое мы с тобой проделаем и с овощами. Не будем мы с тобой по классическому рецепту нарезать соломкой, а будем делать вот как придется. Первый вопрос традиционный. О себе, кто знает, узнает тебя, кто не знает, узнает. Еще лучше там, допустим, да? Расскажи о себе, о семье, как обычно, вот в традициях нашей программы. Ой, родился я в городе Норткала. Да. Родился я в городе Норткала. Рос до 16 лет. Я там учился в школе, в музыкальной школе. Ходил, значит, в музыкальную школу. Здесь учился, в музыкальной школе, в Нальчике. В школе искусств номер один. Вот, и весь этот путь меня сопровождало, меня поддерживала моя любимая мама, мой ангел-хранитель. Вот, кстати, она тоже здесь сегодня. Вот, а творческий мой путь начался с танцев национальных. Вот, я даже, наверное, когда начал заниматься танцами, не мог подумать, что я в какое-то время начну петь. Но однажды, прекрасным днём, идя мимо Дома культуры в Норткале, я услышал, как там кто-то что-то поёт. Вот, и сказал маме, мама, я хочу попробовать. Ну, вдруг, мало ли что. И вот, сразу приняли, нет? Ну, да, сразу приняли, сказали, давай, покажи, что ты умеешь. А что я умею? Ну, мне сказали, вот знаешь, такую песню, там, допустим, была песня, на тот момент пел её Альберт Лячев. Я говорю, ну, не знаю, ну, давайте мне текст, я попробую. Вот, и мне, значит, наиграли на аккордеоне, я попробовал, сказали, всё, оставайся, будешь у нас петь. Прям быстренько, да? Всё, да. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим. Так, я тебя чуть-чуть приведу, значит, что я делаю. Два яйца, соль, сахар и дрожжи. Я всё делаю на глаз, примерно я знаю, сколько нужно. Курицу много режу? Ещё больше. Ещё вот штуки три таких делай, и всё, без проблем. Так, вот это я сейчас уже всё сбить, залью тёпл водой и буду жать, пока всё поднимется. Скажи, а почему выбор пал именно на гитис, и как-то так получилось, что тебя-то так, собственно, как бы, такое даже стечение обстоятельств произошло, что ты туда всё-таки попал? То есть, был случай, был момент, что меня могли не взять туда. То есть, просто, совершенно, мы сдавали коллоквиумы, мне задавали вопросы, и я вроде на них отвечал, но как-то так получилось, что им, они так всё как-то перевернули. Меня не хотели, в общем, отсеивали меня. Девушка, которая сидела там, сказала, всё, мы уже не принимаем документы, мы принимаем до шести часов, а время без 15,6. Вот прям как сейчас помню. Время без 15,6. Мама посмотрела на час и сказала, знаете, у нас ещё есть 15 минут, так что берите наши документы, и мы пошли задавать экзамены. Так, ну что, я смотрю, видишь, как у тебя хорошо получилось? Я живая мясорубка. Живая мясорубка. Талант, опять же талант. Так, смотри, что у нас с тестом? Что у нас с тестом? Так, тесто у нас подходит. Вернее, даже у нас пока ещё не тесто здесь с тобой, а такая пара получилась. Давай ещё подождём буквально минут пять, пусть ещё постоит. Чуть-чуть постоит. А ты мне этим временем расскажи, всё-таки мы с тобой как вот начали. Давай немножко ты мне расскажи подробнее о семье. Когда мне было три года, папа у нас умер. У меня осталась моя мамочка, которая меня всё время поддерживала, помогала. У меня остались братья, сёстры. Да, вот у меня два старших брата, один из них врач. Значит, второй брат занимается сельским хозяйством. И любимая родная сестрёнка, которая тоже активное участие принимала в моём воспитании. В становлении. Ну, и в становлении тоже. Весь основной груз моего становления, моего воспитания лёг, конечно, на хрупкие мамины плечи. Чем бы я ни занимался, она всегда была со мной. И она и сейчас со мной. Ну, правда... Она и сейчас с нами. Она и сейчас с нами, да, вот сидит. Друзья, ну, а сегодня я хочу вам представить ещё одну кухню под названием Коза Ностра, которая выполнена из массива дуба, тёмного цвета. Очень элегантная, стильная и в то же время строгая. Что можно сказать об этой кухне? Весь фасад сделан, повторю, из массива дуба, тёмного цвета. Вот такие эффектные дверки. Со стеклянным витражом. Опять, витраж вы можете выбрать на своё усмотрение. Столешница выполнена из ДСП с влагостойким покрытием и пластиком. Также возможность оснастить строим бытовую технику. В данном случае здесь варочная панель, духовой шкаф. Есть возможность строить даже и холодильник, и другую бытовую технику. Все шкафы оснащены доводчиками специальными. Вот, обратите внимание, очень мягкое закрывание. Опять же повторяю, что цвета кухни, её конфигурация, стиль кухни и отделка, всё по вашему усмотрению. Кухня группа Альфа. Работаем с деревом красиво. Какой у тебя был первый проект, твой творческий проект, с чего всё началось? Ой, я на самом деле, когда заканчивал ГИТИС, я долго думал оставаться в... Ну, я имею в виду, уйти в театр или всё-таки опять же снова заняться вокальной... То есть, ты в тот момент ещё не был уверен, либо тебе заняться... Либо, да, театром, либо, да, либо... Да, 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 либо, либо... А, и что у тебя получилось? И до сих пор мне спрашивают, что тебе ближе, то или то. Я не могу определиться до сих пор, я не могу понять, потому что и то, и то я люблю. И я после ГИТИСа, после окончания ГИТИСа, всё-таки пошёл, ну, думаю, мало ли, пойду прослушиваюсь в театр. И мне посоветовали на тот момент замечательный театр, театр Кураж, в котором я, собственно, сейчас и служу. Ну, давайте я сейчас природу скажу. Друзья, я напоминаю вам, что вы смотрите программу «Сегодня меню», программа «Вкусная и здоровая пища». В гостях у меня Джамал Тиунов, замечательный совершенно молодой человек, актёр театра «Московского Кураж», к тому же ещё и певец. Вот, сегодня споёт обязательно. Но я сейчас что хочу сказать. Мы с ним делаем турецкое блюдо, сегодня называется оно «Пиде». Для этого мы взяли хорошую грудку, байсаду скоохлаждённую, лук режьте не слишком мелко, но и не слишком крупно. Так, в среднем кусочке обязательно, перед тем, как поместить лук в фарш, нужно обязательно лук перемять, чтобы у него вышел сок. Потому что сейчас лук, я вот вышел, даже заплакал немножко. Вот, фарш готов. Мы сейчас этот фарш будем поджаривать. Пока Джамал будет нарезать овощи, чем он, собственно, занимается, я подготовлю тесто. Напоминаю, что мы взяли обычное дрожжевое тесто. Два яйца, соль, сахар, дрожжи, полторы ложки сметаны добавил, тёплая вода. Вот оно у нас немножко подошло, продолжает подходить. Сейчас я замешу тесто. Что для теста нам нужна хорошая мука, правильно? Я беру байсад высшего сорта. Вот, взять муку и, соответственно, мы просеиваем, чтобы насыть кислородом. У меня есть вот такая совершенно замечательная сейлка от нашего друга, компании «Тапуэр». Но так как мне нужно всё-таки замесить большое количество муки, и, как правило, если уж на это национальное блюдо, да, я буду использовать вот такое своё любимое, как я называю, аутентичный гаджет. У меня есть такой, знаешь. Вот, поэтому я вот это оставлю для того, чтобы использовать в следующий раз. Очень удобная вещь. А сам займусь тем, что буду просеивать муку. Кетчуп байсад для всех, кто заботится о своём здоровье. Кетчуп байсад – реально экологически чистый продукт. Овощи нарезаны? Да. Вот ещё давай помидоры сейчас туда добавили, да? Поймал. Хорошие помидоры у нас, кстати говоря, домашние. Чьи? Кахонские. Говорят, говорят, да. Так, ну что, Джамал, пришло время нам с тобой уже поджаривать фарш. Поэтому, прошу тебя, обрати внимание, какая замечательная у нас здесь плита. Правильно? Я уже обратил внимание и уже думал, может, тебе такое добавить. Но я о другом. Я говорю о том, что, чтобы эта плита нормально работала, правильно, её нужно обслуживать. Да. Техническое обслуживание наших плит производит Газпром газовоспределение в городе Нальчик, который конкретно этим и занимается. Объясните, почему? Потому что газ – это очень опасная вещь. И в 2014 году, вот в ушедшем, около 20 человек пострадали. Некоторые даже из них были смертельные случаи. Почему? Потому что люди игнорируют опасность возникновения вот таких всевозможных случаев. Поэтому при любой ситуации, если что-то происходит с газом, нужно звонить по телефону 0,4 сразу и вызывать мастеров, правильно? С мобильным телефоном нужно брать 0,40. Поэтому, друзья, сейчас зимний период. Сейчас вы можете не по назначению использовать ваши газовые приборы. Будьте осторожны. При любом запахе газа набирайте эти телефоны 0,4, либо с мобильным 0,40. Будьте осторожны. Смотри, теперь нам нужно добавить масло. Вот такое у меня есть представление, которое делала компания ТАПВР. Называется это компактус. Чем оно интересно? Смотри. Обычка масла из бутылки наливаешь, вот так вот. Убираешь, и сразу раз, и сюда течёт масло. Здесь эффект обратной капли. Видишь, такой носик специальный сделал. И всё это сразу раз, и туда обратно текает. Не грязи, не пыли. Всё аккуратно. И главное, что на кухне чисто. Вот чем удобна вот эта посуда. То есть она продуманно, эргономически, до совершенства введена. Вот такая штучка. Отлично. Ну что, загружаем фарш. Курочку. Сейчас мы это всё дело обжарим. Мы добавили соль и перец. Так, теперь всё это дело мы сейчас перемешаем вот так. Ну, сам понимаешь, мы это будем запекать, поэтому нам особо обжарить не нужно. Мы сейчас добавим только туда ещё овощи, вот помидоры и зелень. Но зелень мы добавим в самом конце, перед тем, как уже начнём после охлаждения, когда охладим фарш, перед тем, как запекать. Ну и смотри. Значит, следующим номером нашего сегодня, нашей сегодня программы с тобой, я обещал тебе показать, как делать итальянский десерт груши. Да, десерт это я люблю. Поэтому, что нам для этого потребуется? Ну, возьмём 4 груши, средней порции, на компанию с 4-х человек. Значит, что должно быть с грушами? Груши для десерта нужно брать вот такого размера. Среди, никогда не берите груши, очень большие, потому что с ними очень трудно управляться. Вот видишь, у меня груша не выставляется. Вот, поэтому аккуратненько, ты как художник, прям очень-очень аккуратно. Постарайся сделать так, чтобы она у нас потом на тарелке встала ровненько. Вот так, да? Варить будем в сиропе эти груши. Берёте, ну, примерно литр воды. У меня удобная кастрюля, там внутри есть градация, обратите внимание. А, точно. Да. Поэтому, поэтому можно сказать, что нужно взять литр воды. Где-то вот так, средний, пускай будет чуть побольше. Бери прям так, прям, вот как любишь сладкое, вот так и делай. Добавляем корицу. Прям коричневой палочке, можно бросать сразу смело. Ну, здесь у меня большая и маленькая. Давай вот. Я думаю, двух, наверное, будет. Ну, давай сыграем. Вот так вот. Теперь, бадьян, обязательно. Бадьян тоже относится к разряду индийских специй таких. Это индийский, даже не разряду. Вот, может, четыре звёздочки смело бросать. Так. Оп, оп, оп. Овощи? Тут какая красота. Какая красота, да? Отличный. Всё, это сейчас мы с тобой оставляем, потому что нам минут через пять, через семь нужно будет добавить туда томатную пасту ещё и попробовать на соль. Отправляем туда же, в смесь. Ну, можно, ладно. Я воздержусь. Я потерплю. И вот это всё сюда мы отправляем. Всё. Какая красота. Теперь всё это делать перемешай. Закрываем крышкой. Всё. И ждём, пока это дело закипит. Потом аккуратно берём груши, складываем и пусть они минут 15 покипят. Тем временем подготовим тесто. Угу. Так, значит, что у нас осталось. Груша пока варится. Я по старинке забыл, а есть у меня вот такая штука. Тоже производит компания Тапуэр. Чем она примечательна? Во-первых, она большого, достаточно большой площади. И здесь, вот такие вот, смотрите, интересные какие. Например, градации для пиццы. Пицца размер 22 см, 24 см. Всякие значения весовые, жидкостные, температурные значения. Видишь, как всё аккуратно? Всё очень по делу. Да. Мне сейчас нужно всё взять. А то, видишь, опять девчонки на меня так посмотрят. Скажем. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну и, друзья, смотри, что у нас получилось. Вот такие у нас получились игрушки-красавицы. Уже остыли они. Игрушки-игрушки. Вот, да. И вот такой получается у нас соус. А, ну скажи. Жалко, да, что камера не передает запах. Да, ну и пиде тоже мы, так как у нас веем не очень много, пиде мы уже тоже налепили. Я сейчас просто покажу, как мы их делаем. Перед тем, как отправить их в духовку, при температуре 150 градусов их нужно выпекать. Так, обильно смазываем их желтком. Вот, здесь еще у нас получилось 6 штук. Сейчас я покажу, как мы их делаем. Так, давай сделаем так. Ты продолжай. Вот, вот. Держи. Я стою тут бездельничек. Так, и нам нужно помешивать, помешивать, помешивать. У нас вот такие силиконовые лопаточки от наших, друзья, компанией ТАП-ВР. Очень удобно вот это все, такие манипуляции производить. Ну, и заодно и пробовать, конечно, можно. Будем представить, что мы в Турции, на каком-нибудь рынке где-то все делают быстро. Скорее всего, они это, наверное, так делают, но только раз, наверное, всем быстрее, чем я это делаю. Так. Ну, мы представляем, а они делают. Да, точно. Вот это все так залепляется. Вот. Вот такой прям какой-то у меня получился, как венецианская лодка, реально. Так, у нас там, как-то мы ее попробуем. Лодочку венецианскую. Ты держу, да? Держу. Так. Раз. Да. Теперь возьми вот так, отформуй его, просто прижимай, чтобы они не прилипят друг к другу. Вот так. Все, ага, хорошо. Да, и обмазываю. Так, так, что я должен был сделать? У меня остался белок. Вот еще как делается. Там желток сейчас, Джамал весь изведет. Да. Это, в принципе, правильно, да? Поэтому мы добавляем сюда еще одно яйцо. Все дело взбиваем. И вот так белок сюда мы сверху заливаем белком. По желанию можете все это дело засыпать сыром. По желанию. Я не буду. Будем? Нет, делать сыр? Нет, я не буду. Не, мне просто сыр не очень нравится, поэтому я не буду. Можно я сегодня это воспользуюсь служебным положением? Думаю, что специалисты нас простят, если мы что-то сделали не так. Все, готово. И все это мы отправляем в духовку минут на 20. Ну, 25, может быть, будем контролировать сейчас все дело. Вот такая получилась у нас красота. Это называется пиде. Ставим в духовку. Ставь. А, это можно поставить вниз. Да, почему? Потому что у нас еще груши. Пока мы занимаемся грушами, у нас там немножко все сейчас начнет пожариться. Мы так просто переставим, все. А сейчас мы занимаемся непосредственно грушами. Все, у нас уже... Видишь, какой соус получается? Все это у нас пока перекипело. Мы добавили где-то примерно 50-60 грамм крахмала. Смотрите, не пересердствуйте. Ну, кстати, кто любит кисель, чтобы прям вот совсем кисель, можете добавить побольше, ничего страшного. Ну что, друзья, я напоминаю вам, что вы смотрите программу сегодня меню. Программа «Вкусность. Здоровая пища». В гостях у меня актер Московского театра «Кураж». Певец, талантливый человек. Джамал Тиунов, давайте его приветствуем. Спасибо, и снова здрасте. Так, ну что, Джамал. Да. Соус готов. Груши готовы к упаковке. Начинаем с тобой действовать. Действовать начинаем. Так, смотри, значит, даю тебе вот это. Что делаем, ребят, смотрите. Берем тесто. Тесто берем бездрожжевое. Это очень важно. Полезное. Да. Размораживаем. До состояния нашего оно поднималось или пузырилось. Вот оно еще такое влажное. О, еще прохладное. Теперь, в один сантиметр толщиной, где-то примерно вот так, мне тебе нужна ровная, ровная, вот такая вот, подожди, полосочка. Вот такая вот, вот такие полоски, уже ровненькие. Даже можешь чуть потойше делать. Что, ребят, делаем? Смотри, показываю. Давай здесь на силиконовые штучки. Вот, смотрите. Берем грушу аккуратно. Она у нас сварена в сиропе, липкая. Соответственно, к ней будет хорошо прилипать тесто. Что делать? Берете вот таким образом, придерживая рукой и чуть оттягивая тесто, начинаете снизу вот таким образом, чуть растягивая тесто, вращая, вот так его начинаете обмазать. Попытайтесь, чтобы у вас кромка миллиметрами прям заходила одна на одну. Следующую ленточку берешь, так же сюда прилипляешь и аккуратно делаешь. Все. Все, понял. Красавчик. Режу. Давай-ка ты нам, наверное, либо прощи свои стихи, либо спой что-нибудь. Я спою. Давай. Я спою. На, в огромном удовольствием спою. Вот такая замечательная песня. Автор этой песни, Римма Давыдова, замечательная, поется в ней о замечательной гармонистке по имени Карашаш. Эта Карашаш была римина прабабушка. Вот. Это римина прабабушка, которая играла замечательно. У нее вообще очень талантливая была семья, да и она, собственно, пишет очень красивые песни. В основном пою песни, я, скажем так, ее рук дело. Вот. Все, в основном, песни, большая часть песен, которые я пою, пишет мне она. Так, ну вот, смотри, вот, видишь, что получается, должно. Я тут все режу, 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 режу. Так, может, хватит, режу, хватит уже, наверное, наматывать. Надо уже наматывать, да. Хорошо. Так, смотри, ну что, я хочу похвалиться, показать нашим зрителям, какие у нас замечательные получились пиде. Вот, смотрите, прямо с пылу, с жару, свои, какие красивые. Какая красота. Смотри. Не, надо, потому что сейчас подальше от меня, пока я не накинулся, не съелся. Ну, у нас, значит, у нас как получилось, мы, я сделал одни подольше подержал, другие подержал поменьше. Видишь, какие эти вот так вот цвет получились, то есть, может, прям, даже цветовая гамма. Ну, то есть, пускай они пока, пускай остывают, а мы будем заниматься грушами. Так, ну что у тебя получилось? Получается? Да, вроде получается, да, вот, потихонечку. Друзья, ну, тем временем, у нас уже практически готов наш соус. Заливка, как хотите называть. Вот, знаете, какая получилась красивая. Ароматная. Ароматная. Ох. Так, вот что у нас получилось. Сейчас я переливаю для того, чтобы она у нас охладилась. Вот что у вас должно получиться. Вот. Вот такого изумительного, красивого цвета у вас получился кислеобразный такой соус. Он такой должен быть. Он, когда охладится, он, ну, будет такой, ну, как бы затвердеет. Такой будет, как железообразный, железообразный будет. Ну, а пока что у тебя? Я уже грушу завернул. Подожди. Вот, растянул. Чуть-чуть, вот прям надо, смотри, прям, чтобы чуть-чуть заходил на эту вот точку. Но ничего, ничего, ничего страшного. На, доделаю. И потом мы сейчас отформуем, потому что нам нужно будет смазать еще сверху. Вот они у нас в идеале, как получается, ребят, смотрите. Перед тем, как мы их отправим сейчас в духовку, получается у нас вот что. Ну, вот, собственно. Да, ну, давай еще немножко, может, знаешь, вот эту вот. Она просто будет покрасивее немножко. Так чуть-чуть и оставляй. Штука. Так, на самом деле, все дома. Так, бери аккуратно ее. Так. Вот составь на силиконовую подставку. Что, поставили ее? Так, бери. Вот так, подожди, вот так отформу ее немножко, подожди. Чтобы она вот так вот была. Да, вот так. Все, подожди. Все, и начинай смазывать желтком. Проще простого. Казалось бы, да? Казалось бы. Так, ну вот я взял силиконовую форму от АПВР. Вот, чтобы получилось, смотрите, как получается. Так, аккуратненько сюда. Вот, сейчас мы еще одну. Давай, аккуратно, аккуратно. И вот сюда. Вот, что получилось, ребята. Посмотрите, какая красота. Сейчас на 20-25 минут. Время, опять же, контролируйте. У кого какая плита, неизвестно. У нас плита посильнее. Может, у вас там сильнее, чем у нас. Может, послабее. Вот таким образом. Можно спокойно загружать все это дело в духовку. Опять же, повторяю, контролируйте, чтобы они не слипались друг с другом, чтобы они были подальше. Потому что тесто начало сейчас подниматься слегка хотя бы. Все, и оставьте это в покое. Друзья, ну, все, как говорится, к сожалению, подошло к самологическому завершению. Все, что мы с тобой сегодня задумали, сделали. У нас пиде ожидать сервировки. И совершенно изумительные груши. Роскошный итальянский десерт. Вот уже готов. Сейчас будем только сервировать, наблюдать внимательно, как это делается. Субтитры делал DimaTorzok Куснятина получилась. Куснятина. Значит, что хочу тебе предложить. Есть у меня за кромах. Вот что можно к этому предложить. Вот такой соус. Кетчуп, вернее, шашлычный. Пусть будет шашлычный. Пусть будет шашлычный. Почему? Потому что это получилось как пицца. Здесь, я еще забыл сказать, что в конце, когда до сервировки, мелко нарубленный перец чили с чесноком. Это то, что нужно. Это должно прям завершить. Идеальная точка для вкуса. Давай эту маленькую попробуем. Ну что, пробуем. Ну как, Сёж? Это прикольно. Да? Ну это пирог. Как пицца открыта. Так, сейчас попробуем. Тесто получилось хорошее, мягкое. Главное, очень вкусно получилось. Может, через камеру кому-нибудь передадим, чтобы попробовали. Давай. Ну что, сейчас попробуйте. Теперь давай попробуем... Я брал ту вилку. Теперь попробуем десерт. Я покажу, как все делать. Ну вот это, когда ты любимому человеку своему, который любишь, уважаешь, делаешь такой замечательный десерт, горят свечи. Кстати, здесь можешь добавить мороженое обязательно, ну, как бы по возможности. Ну, Сереж, теперь ты должен, просто обязан дать рекомендацию по поводу меня, девушкам. Так, ладно, как я, как в одной известной программе, где сватают. Берите, пока в Кабарне-Балкане находится. Ммм. А я действительно молодец. Серьезно, да? Ну, давайте приветствуем. Ну, прежде чем я с тобой буду прощаться, пожалуйста, нашим телезрителям какие-нибудь пожелания. Дорогие друзья, дорогие телезрители, будьте счастливы, да, будьте здоровы. Море любви вам. И обязательно помните, дайте добро. Ведь жизнь бумеранг, и оно обязательно к вам вернется. Спасибо. Слушай, ну, на этой вдохновенной ноте ты меня даже не оставляешь в пути отхода назад, потому как бескорыстно мы дарим подарки от наших друзей, и ни один человек в этой программе за все эти 4 года без подарков от нас не ушел, конечно, исключением ты не являешься. Поэтому наш замечательный друг, который нас поддерживает постоянно в съемках нашей программы, нашего кулинарного шоу, компания Байсад, которая выпускает совершенно изумительную, широчайшую линейку продуктов питания по совершенно допустимым нормальным ценам. Тебе вот такой корзинский прислал в подарок. Мама. Это тебе. Дальше. Наш друг, компания Таповер, которая выпускает высококачественную посуду из пластика, гарантия на пластик, которой 30 лет. 30 лет. Совершенно изумительный спектр посуды на все случаи жизни, для любой кухни. Высококачественная и, самое главное, удобная и эргономичная. Компания Таповер. Это для тебя. Отлично. Держим. Спасибо огромное. Друзья, ну что, у меня остается только напомнить вам, что вы смотрели программу «Сегодня меню». Программа «Вкусный и здоровый пища». В гостях у меня был актер московского театра «Кураж-певец» Джамал Тиунов. Огромное спасибо. Спасибо вам большое за приглашение. Ну что, смотрите нас на том же самом канале, в то же самое время. Не забудьте посещать наш интернет-портал. Ждем в гости, будем общаться. И еще, если вы нашу программу до конца досмотрели, это значит, что у вас совершенно изумительный вкус. Все, и будьте здоровы. Давайте, пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»